Это Кишиневский городовой. Программа о большом городе и о том, что важно для столицы и ее жителей. Меня зовут Степан Бугаев. Кишиневский городовой. Основная часть довоенных и даже дореволюционных зданий Молдовы находится как раз в столице. Почти две тысячи исторических памятников из трех тысяч по республике. И эти дома систематически уничтожаются застройщиками. Слишком уж дорогая земля в центре, говорит доктор архитектуры Серджиус Чекану. Формальный исторический жилой фонд под защитой государства. Парламент утвердил реестр охраняемых памятников, а центр города и вовсе целиком объявлен уникальной зоной, целостным историческим объектом. То есть национальная политика вроде как обозначена, но ее реализация в компетенции городских властей. А они оставили себе лазейку, чтобы иметь свободные руки в земельном вопросе. В Кишиневе 100% такой политики нет. То есть всегда были слова. Кто-то из представителей местной администрации всегда говорил или не говорил, что это очень важно, сохранять памятники. А конкретного документа на местном уровне не существует. Сохранение исторического облика Кишинева дело важное. Но горожан волнует еще и то, насколько безопасны эти строения. И в своем первоначальном виде, и переделанном. Когда их перестраивают по воле современных владельцев. А тут волноваться есть о чем. По словам нашего эксперта, правила застройки этой части города в градостроительном плане вообще не прописаны. Это позволяет зарабатывать на выдаче разрешительных документов, даже не нарушая закон. И все же старые дореволюционные дома еще остались в столице. Если их не снесут, они еще послужат кишиневцам. Они построены, допустим, это конкретное здание почти практически 100 лет назад. Тогда были другие строительные нормы и правила. Но, так сказать, если правильный уход осуществляется за этими зданиями, то такие здания могут стоять и сотни и сотни лет. Намного меньше в Кишиневе так называемых «сталинок». Например, на бульваре Штефана Чалмари. Высокие, с толстыми стенами, богато украшенные. Сталинки считаются еще и самыми надежными домами, построенными в советское время. Например, во время сильных землетрясений, происходивших в Кишиневе в течение 20 века, ни одна сталинка не обрушилась. С хрущевками все сложнее. Их появление связано с именем Никиты Хрущева и восстановлением страны. После войны людям просто негде было жить. И тогдашний генеральный секретарь решил заменить дорогие сталинские проекты более быстрым и практичным строительством. Действительно, самая известная сталинская высотка, здание Московского государственного университета, обошлась в сумму, на которую можно было построить целый маленький город из пятиэтажных панельных домов. Сделаны расчеты и массивные сталинки ушли в прошлое. А по всей стране в 60-е годы начался строительный бум. В Кишиневе хрущевками застраивались в первую очередь Рыжкановка, за ней Ботаника и все остальные микрорайоны. В полном ходе идет строительство двухсотквартирного жилого дома. Из крупных блоков котельца строится школа. Высоту потолков уменьшили, планировку и внешние украшения зданий упростили, применили сборные конструкции. Сейчас такое жилье кажется не очень привлекательным, но с его помощью удалось решить жилищный вопрос в самой большой стране мира. В Кишиневе опасны, ведь первые типовые дома уже два раза отслужили предусмотренный планами срок. Они строились на небольшой промежуток времени, то есть предусматривалось, что это будет временное решение проблемы жилья. К сожалению, вот это временное у нас осталось постоянным. Мы не можем давать однозначной оценки, сколько конкретный срок эксплуатации этого дома. По словам представителя премьерии, капитальные дома, каковыми и являются Сталинки и большинство хрущевок, могут служить и 200 лет. На срок влияют прежде всего условия эксплуатации. Другими словами, чтобы понять, будет ли здание стоять, надо обращать внимание не на его возраст, а на то, были ли перепланировки, сносились ли несущие стены и протекают ли коммуникации. Кстати, именно из-за этих причин, как сообщили проверяющие, обрушилась часть жилого дома в атаках. Эти же проблемы и в Кишиневе, сплошь и рядом. Есть и дефекты в строении, неисправные инженерные сети, протекающие крыши, неисправные системы ливневки и так далее. То есть вопросов много. Геннадий Дубица говорит, проблемы появились после передачи недвижимости в частную собственность. В советское время, по документам, квартиры были государственными, поэтому государство занималось вопросами содержания жилого фонда. После приватизации все изменилось. Люди получили права, но не взяли на себя обязанности. К сожалению, эта задача не была выполнена до конца. Мы имеем еще более 1600 домов, в которых нет ассоциаций, которые должны быть по закону, потому что ассоциация – это организация жильцов, которая должна взять на себя ответственность по содержанию этого дома. С другой стороны, жители не спешат брать на себя неотремонтированные дома. В итоге круг проблем замкнулся. И все же основная часть жилфонда в удовлетворительном состоянии сходится во мнении архитектора Кишинева. Комплексное исследование не проводилось, но вот обрывочные данные о состоянии жилфонда. Хотя идея его полной инвентаризации звучала не раз, но до практической реализации еще ни разу не доходила. Очередная попытка была предпринята в 2010-м. Тогда выяснили, что четверть миллиона кишиневцев проживают в домах, состояние которых характеризуется как проблемное. Срок эксплуатации 450 домов – это первое поколение панельных домов – достиг предела. Основная часть жилых домов эксплуатируется более 35 лет, в течение которых не проводился капитальный ремонт. Каждая третья кровля и более 60% внутренних инженерных сетей требует срочного капитального ремонта. В такой ситуации все чаще поднимается вопрос о сносе основного жилого фонда столицы. Под угрозой оказались и брежневки – дома улучшенной планировки по сравнению с хрущевками. Реально, что можно сделать? Мы придумали несколько решений для типового жилого района, разработали для него зональный проект. Вот как это должно работать. Инвестор покупает многоквартирный дом из четырех блоков и вместо него по соседству строит другой, но уже по современным требованиям и нормам. Вот как поступают, например, в Москве. Там сносят целые кварталы хрущевок, в том числе находящихся в хорошем состоянии. На их месте появляются современные высотки с удобной для жителей инфраструктурой, куда и переселяют владельцев старого жилья. Но между Москвой и Кишиневом большая разница. Там есть видение того, как должен развиваться город, и финансы для проектов. В Кишиневе всего этого пока нет. Что касается цен на квартиры, среди застройщиков есть мнение, что в Молдове экономически невыгодно выкупать старое жилье и строить на его месте новое. Это так. Но далеко не во всех случаях, как говорит представитель крупной компании по продаже недвижимости. У нас все это только начинается, то есть это только начало. В основном покупают, выкупают застройщики. Квартальщики, где одноэтажные, максимум двухэтажные дома, выкупают все, строят заново и переселяют, заселяют людей. Если говорить о четырех-пятиэтажках, то пока что нет. В пользу сноса и конъюнктура рынка недвижимости. По данным Лауренсио Юрку, хрущевки в Кишиневе стабильно дешевеют со скоростью 5% в год, тогда как цены на квартиры в домах 80-90-х годов держатся примерно на одном уровне. Тенденция рынка идет к тому, что, например, вторичка очень сильно падает именно по цене. Это чувствуется не то, что ежегодно, а ежемесячно. Василий Еремчук всю жизнь занимался экспертизой состояния домов. Он говорит, это раньше городские чиновники могли не спеша прикидывать, что выгодно, а что нет. Теперь время на размышления вышло. Уже не только по соображениям безопасности или эстетики, но и по финансовым причинам. Кишинев вынужден сносить старый жилой фонд, говорит эксперт. Инвестиции в реконструкцию и поддержание хрущевок в хорошем состоянии уже будут стоить намного больше, чем если построить на их месте новые здания. Но вернемся к атакской трагедии. Пострадавшая многоэтажка строилась в 80-е годы. Ее план необычный. Серию посвятили Московской Олимпиаде. В Советской Молдавии тогда появились десятки таких домов. Только в атаках их три. В частной беседе инженеры, правдившие экспертизу разрушенного здания, говорят, что в той высотке постоянно протекали коммуникации. Подвал был всегда полон воды. И это подмывало фундамент. Внутренние стены сносились без всякой системы. Плюс, возможно, банальное воровство цемента. Связующие элементы крошились в руках. А все проверки уже десятилетия как прекратились. И в итоге произошло то, что произошло. Повторимся, все это не официальная информация. Официальные, пусть хотя бы предварительные данные, председатель Государственной комиссии по атакам пока не разглашает. Что касается Кишинева, в каком состоянии столичный жилой фонд? Достоверно неизвестно. Комплексный анализ не проводился. В советское время институт «Горпроект» по специальной программе ввел учет абсолютно всех домов Кишинева. С полным описанием, кто проектировал, когда построено, из каких материалов, степень износа и так далее. Каждый год материалы обновлялись. И на их основе государство выделяло деньги на ремонт. Но уже десятки лет, как эта работа переложена на плечи самих жильцов. И теперь с точностью можно утверждать только то, что многие здания в плохом состоянии. Каково их количество, насколько плохи дела, это из области предположений. Так не повторится ли в Кишиневе атакская трагедия? Вот что отвечают в примарии. Ну, я не думаю, что до такой степени у нас деградировала ситуация. Конечно, таких ситуаций у нас в городе нет. Но все-таки мы должны быть бдительными. И сейчас поставлена задача, чтобы еще раз пройтись по жилому фонду. И там, где есть проблемы, заострять внимание на эти проблемы и решать их в срочном порядке. Полный осмотр зданий – это инициатива спасателей. В Кишиневе планировали эту работу начать на уходящей неделе. Но из-за смены градоначальника и последовавшей за ней кадровой неразберихи, в лучшем случае рекомендации службы по чрезвычайным ситуациям примария начнет выполнять только со следующей недели. Первое же заседание муниципального совета, созванное после утверждения нового в Рио генпримара столицы, оказалось сорванным. На свои рабочие места не явились как раз те муниципальные советники, которые накануне и утвердили Адриана Толмача на должность градоначальника. Приглашенные прождали муниципальных советников более получаса, но оказалось, что напрасно. За происходящее вынуждены были извиняться представители примарии. Однако ситуация может иметь более серьезные последствия, чем просто перенос заседания, сообщили журналистам. Я не знаю, что входило в соглашение ПСРМ и Либеральной партии при увольнении Кадриану и Грозаву, но, к сожалению, мы понимаем, что многие проекты и многие голосования окажутся без нормальных публичных слушаний. Сегодня должны были быть порядка 15 нормативных документов, которые в том числе благодаря господину Толмачу не прошли нормальные публичные обсуждения. Напомним, ряд советников, в первую очередь социалисты и либералы, выразили недоверие Руслану Кадряну еще 15 июня. А 4 июля Монсовет принял решение освободить от должности его градоначальника и его заместителя Нистера Грозаву. Теперь временно исполняет обязанности примара бывший секретарь муниципального совета Адриан Толмач, которому, однако, с первого раза не удалось собрать советников на их рабочем месте. Кадровая чехарда – это всегда неопределенность. Так, именно из-за нее на неделе вновь отложили проведение тендера по определению компании, которая займется внедрением электронного билета в Кишиневе. Агентство по госзакупкам отменило аукцион по созданию системы Е-Тикет в общественном транспорте столицы. Причиной названа отставка председателя и вице-председателя рабочей группы, а именно бывшего градоначальника Руслана Кадряну и его заместителя Нистера Грозаву. Аукцион отменили, несмотря на то, что сама комиссия по внедрению электронного билета вполне работоспособна. Напомним, сейчас, по данным членов этой комиссии, управление электротранспорта 43% всей своей прибыли тратит на сбор выручки. То есть из двух леев, которые пассажир платит за проезд, 86 банов уходит на печать билетов, работу с потоками наличных денег, передвижение которых сложно проконтролировать и прочие расходы. В отличие от старой, новая система Е-Тикет позволяет оплачивать проезд электронной картой, то есть отказаться от непрозрачных схем обращения денег. Все это по предварительным расчетам Примарии сэкономит до 40 миллионов леев в год. Не раз звучали предположения, что именно с отказом от непрозрачных схем денежных потоков, которые контролируют вполне конкретные чиновники, и связано то, что распространенная в мире система Е-Тикет так долго не внедряется в Кишиневе. За ее запуск брались неоднократно, комиссия работает уже два года. Но вот очередная попытка, если не провалилась, то как минимум приостановлена на неопределенное время. И еще одно удивительное совпадение. Примерно за неделю до отмены аукциона Примария отпечатала еще одну партию бумажных талончиков с новым дизайном. На это потратили 430 тысяч бюджетных леев. Новые билеты планируется использовать на протяжении всего полугода. Тем временем в Кишиневе продолжает царить бесхозяйственность. Очередной пример, чтобы отремонтировать одну из многочисленных систем коммуникации, вскрывается свежеуложенный асфальт. Раскопки в городе ведутся постоянно. Если не газ, то свет, не свет, так вода, не вода, так канализация. Кто вскроет дорогу очередной раз, не так уж и важно. Главное, что вместо нормального асфальта вновь появляются заплатки. Новое разрушение на дорожном полотне появилось на перекрестке в столичном секторе Буйканы на участке дороги, отремонтированном всего месяц назад. Чтобы исправить ситуацию, потребовалось даже вмешательство спецтехники. Преатр сектора утверждает, что залопнувшую трубу несет ответственность компания «Термоэлектрика», поскольку ее специалисты не провели тщательную проверку трубопровода и решили, что в ремонте пока нет необходимости. Месяц назад мы завершили работы по обустройству дорожного полотна. По всей площади дороги и тротуаров был проведен капитальный ремонт улицы. До начала работы у нас было как минимум пять встреч на месте с представителями «Термоэлектрика», у которых есть объекты в этом районе, и которые заверили нас, что ремонтировать теплосети нет необходимости. Однако на прошлой неделе в данной сети произошел прорыв, и по этой причине работникам компании «Термоэлектрика» пришлось заменять трубы. Очевидно, что это происшествие вызывает недовольство, но это наша промашка, и мы это понимаем. Теперь вселение восстановлено, и мы надеемся, что таких ситуаций на этом отрезке больше не будет. Мы не тратили на проведение повторного ремонта дополнительных денег, поскольку на него были использованы средства компании «Термоэлектрика». При этом представители «Термоэлектрика» ответили нам, что эта часть дороги и не могла быть проверена в мае, поскольку по расписанию этот участок трубопровода должен был быть проверен лишь в августе. Новость со знаком «Плюс» в Кишиневе появились умные искусственные пальмы. Кроме освещения улиц, они раздают Wi-Fi и позволяют бесплатно подзарядить гаджет. Солнечные пальмы установлены на пересечении улиц Григорий-Вьеру и Мирча-Челбатры. Место для необычных деревьев власти столицы выбирали вместе с жителями Кишинева, которые голосовали онлайн за понравившуюся площадку. Инициатором проекта выступила организация программы развития ООН, а реализована идея в партнерстве с премарией Кишинева. «Это солнечное дерево очень дружелюбно к природе. От него никакого вреда окружающей среде, зато много пользы для людей. Можно зарядить телефон или электрический велосипед. Это новшество модернизирует город». «Эти солнечные деревья полностью независимы. Они производят электричество, накапливая его от солнца и хранят энергию в батареях, которые находятся в стволе дерева». Также установившихся под деревьями или неподалеку прохожими будет бесплатный Wi-Fi, шесть USB-разъемов для мобильных телефонов, шесть розеток для зарядки компьютеров и велосипедов. «Я считаю, что такое дерево – это очень хорошо, и эта польза будет большая, потому что человек у человека может не быть пауэрбэнка, может не быть зарядки. Подошел к дереву, поставил USB и зарядил телефон. И как человек заряжается энергией от дерева, так и телефон будет теперь заряжаться от дерева». «Очень удобно. Теперь тут можно зарядить телефон и ноутбук. Еще и ночью светиться будет». Действительно, вечером «Чудо-пальмы» будут светиться, как праздничный декор, благодаря солнечным батареям и накопленной за весь день энергии. Установка солнечных деревьев финансируется программой развития ООН в рамках регионального проекта, включающего столицы Сербии, Таджикистана, Грузии и Республики Молдова. 110 лет назад Кишинев оказался в центре мировых событий. Как сказано в журнале «Спорт и наука», в 1909 году в Кишиневе впервые во всей Российской империи появились регулярные автомобильные перевозки. Произошло это всего через 12 лет после создания первой такой службы в мире, в Германии. В Бессарабии инноватором стал автолюбитель и крупный землевладелец Суручан. Его компания возила людей из Кишинева в пригороды и обратно. Первыми маршрутками были легковые автомобили «Берлиет» и «Де Дион Боутон». Кстати, классическое привычное нам кишиневское такси тоже в этом году отмечает юбилей – 70-летие. Первые перевозки тогда на машинах «Победа» запустили почти сразу после освобождения города в 1949 году. Какие еще события произошли в городе 30, 50, 100 лет назад? Расскажем в нашей рубрике «Однажды в Кишиневе». Июнь 1949-го. Важная страница для виноделия. Так, газета «Советская Молдавия» пишет, что Кишиневское заводоуправление шампанкомбината решило выпустить первую партию новых вин – «Бордо», «Фитяско» и «Рислинг». Так знаменитые бренды стали массовыми 70 лет назад. 60 лет назад наша страна переживала то, что впоследствии назовут советским экономическим чудом. Вот и в Кишиневе прошла выставка достижений народного хозяйства – это современная Молдэкспо. Озвучены цифры. За последние пять лет в республике объем производства мяса увеличен в два раза, молока – в четыре с половиной. Объем производства промышленной продукции за три года вырос на 60%. Было чем гордиться. Это июнь 1959-го. Полвека назад писали про юбилей ученого Юрия Ляликова. В Кишиневе он работал над внедрением достижений аналитической химии. Тогда это было новое направление во всем мире, а Ляликов был пионером его освоения. И вот «Советская Молдавия» пишет. Метод используется в промышленности полупроводников, которая в ближайшее время будет создана и в Молдавии. И действительно, 50 лет назад открылся кишиневский завод «Мизон». На его уникальной электронике летали космические корабли. Теперь от «Мизона», как и от многих других, остались одни воспоминания. В июне 1979-го года «Вечерний Кишинев» пишет о других вполне житейских проблемах. Вот детям до 16 лет запрещается. Чтобы вы думали, оказывается, запрещает создавать стеклотару. Сколько тебе лет, спрашивает приемщик? 15 с половиной? Вот через полгода и приходи. А пока пусть бутылки несет мама или бабушка. Это произвол, отмечает начальник управления торговли товарищ Сырбу. Мы примем меры. Так обычный корреспондент решил маленькую проблему большого города. Молодец. 30 лет назад появились первые заметки о гастарбайтерах. Молодежь Молдавии пишет, что требуются штукатуры и плотники для отправки в Сибирь и Дальний Восток. Оплата высокая. Два месяца на работе, месяц дома отдыхать. Отряд формирует ЦК ВЛКСМ, но это уже далеко не комсомольские стройки на БАМе и неподнятая Целина. 1989 год. Времена поменялись. Вот так было однажды в Кишиневе. Это была программа «Кишиневский городовой». Мы говорили о состоянии домов, о том, как муниципальные советники не вышли на работу и об умных искусственных пальмах. Далее мы продолжим рассказ о том, что важно для столицы и ее жителей. Любите свой город! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова